Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И чтобы вам не было вкучно, разумеется, вход пишется на Samsung S22 Ultra. И помимо этого я взял еще и Pixel 6 Pro, чтобы вы могли сравнить картинку. Съемка ведется в 4K 60W. Что такое Ultra у Samsung? Это нереально высокий прайс, это возможность использовать стилус, который в него же вставляется, это возможность притопить телефон. Что я и сделал, вы сможете посмотреть, каким образом я топил его в Балтийском море, когда, ну, примерно дня 3-4 назад. Я походил с ним, купил на него стекло, купил на него, помимо этого, чехол. И что могу сходу? Да, это верх инженерной мысли. Но почему я не сравниваю его с 13 Pro Max? Это мой iPhone, плюс у меня еще есть OnePlus 10 Pro. Потому что это дело однозначно снимает лучше. У него нет с умов даже в обычных вариантах использования, как у этого смартфона. Да, он супер быстрый. Да, к сожалению, он у меня на E-Note Exynos, кто не в курсе. И, в принципе, все. Почему? Потому что все остальное вы узнаете в ролике. Примером съемки будет, как всегда, море. И ночное тоже. Насколько Pixel 6 Pro лучше или хуже? В варианте использования 4K 60fps. Пасмурность Петербург. Смотрим, слушаем. Сами решаем для себя. Не забываем, разумеется, подписываться на канал, на телеграм-канал взаимопомощи. Я там рассказываю лайфхаки, как на Алиэкспрессе покупать дешевле, допустим, через Киви. Сегодня курс доллара через Киви 99 рублей. Это мега выгодно. У Алиэкспресса, к слову, 126. Поэтому подписываемся на телеграм-канал еще. Со скидками сейчас идет распродажа все еще. Она самая крупная. Новинок там немного. Но Realme GT Neo 3 за 36 тысяч – это прямо жир. Учитывая, что планка в тысячи евро у нас уже поднята. И мы можем в прямом смысле ноутбуки из-под невесты заказывать и не платить налог. Это хорошо. Плохого очень в жизни много. Но вы на техноканале. Смотрим. Samsung S22 Ultra. Будем вскрывать. Коробка стандартная. Покупал я через российский ритейл и, к сожалению или к счастью, но без предзаказа. С предзаказом народ получал благополучным образом бесплатно чехлы и много еще других радостей. У меня просто смартфон на просто 512 гигабайт. Странненький он. Но чехол я буду брать однозначно. По мне штука довольно невзрачная. Разумеется, никакой химии не пахнет. К сожалению, экран водопад. Я такие дела не люблю. Если что, я хожу с OnePlus 10 Pro и с iPhone 13 Pro Max, как основными телефонами. Но, по сути, еще с этим похожу. Основной плюс данного смартфона, разумеется, это стилус. Большинству, кто умеет рисовать или кто любит это дело, он поможет. Но остальным будут бесполезные штуковины, с которой вы поиграетесь и все. В комплекте, к слову, зарядка, разумеется, необходимо ее докупать на 45 Вт. Она у меня есть. Протестируя, насколько быстро он заряжается при помощи нее. Кабель штатный, довольно длинный. Разумеется, ключ для извлечения сим-карт. Я уверен, что никаких карт памяти здесь нет. Две симки физически можно запихать, что хорошо. Смартфон весит довольно много. Не знаю, зачем эта пленка. Меня она просто нервирует. По сборке претензий, наверное, нет. Но вот как крышка задняя здесь с каким зазором, мне не нравится. Но, опять же, большинство из вас будут, разумеется, покупать чехлы. Камеры выглядят максимально эпично. 228 граммов. То есть, это такой соперник 13 Pro Max. То, что нет защитной пленки, это эпичный FL. На 50% все это дело у нас заряжено. Все, я обязательно протестирую. Расскажу. У меня на руках, к слову, есть еще. С22, С21. Нужен ли обзор, сравнение? Пишите. В принципе, их хватает на ютюбе. Но вдруг. Пока ощущения, конечно, приятные. Ширина 77 миллиметров. Почти 78. Высота. 163 миллиметра. 11,6 миллиметра. С блоком камер. Смотрим. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 ми бэндов 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки. Это бургунди, зеленый, белый, черный, графит, голубой и красный. Дизайн максимально привлекательный. Смотрится интересно из-за прямых граней наверху и внизу. При том, что боковые грани закругленные. Хотя я не за водопады. Если смотреть на S22 Ultra в чехле со стороны экрана, то лично мне он напоминает Google Pixel 6 Pro. К слову, на него тоже был обзор. Его можно посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Вернемся к S22 Ultra. Сборка мне понравилась, как и качество материалов. Тыльная часть выполнена из матового стекла Corning Gorilla Glass Victus+. Рамки алюминиевые и с фронта также стекло Corning Gorilla Glass Victus+, что есть хорошо и дорого. В руке без чехла лежит удобно, но как по мне он широковат и слегка скользкий. Материалы марки, но отпечатки особо незаметны. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.2, ген 1. Два микрофона, динамики основной и разговорный. Звучание здесь стерео, так как разговорный выступает еще и в роли основного. Dolby Atmos на борту, звуку слегка не хватает объема. Я сравнил звучание S22 Ultra с звучанием iPhone 13 Pro. И в яблоке звук более насыщенный, глубокий и яблоко звучит громче. Что iPhone 13 Pro, что 13, что iPhone 13 Pro Max. Далее, на борту, к сожалению, нет ни миниджека, ни инфракрасного порта. Но есть место, где находится S-Pen. Притом, это не мешает влагозащите, что удивительно. Корпус имеет официально заявленную защиту от влаги класса IP68. Находясь в Калининграде, на берегу не смог не окунуть его в воду. По итогу, с ним все в порядке. Он и дальше функционирует исправно, что хорошо. К слову, он сох где-то часа полтора. Полтора часа он мне говорил о том, что у него в Type-C влага. Хотя визуальной ее уже не было. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем Dynamic AMOLED 2X на 6,8 дюйма с разрешением космическим 3088 пикселей на 1440. И глубиной цвета в 16 миллионов HDR10 Plus на борту. Экран имеет закругленные края, и я не фанат данного дела. Плотность пикселей космическая, 500 ppi, кому она нужна, свыше четырех сотен, все равно пикселей не различить. Ну ладно, больше не меньше. Как по мне, картинка довольно четкая и в меру насыщенная. Цветопередача отличная, но честно говоря, всю мощь экрана я ощутил только смотря на цифры в характеристиках. А когда смотришь на экран, он тебе просто кажется хорошим. Ничем-то сверхъестественным. Он похож на S21, на S22, на S21 FE, которые у меня были в руках. Пиковая яркость космическая в 1750 нит. Опять же, работает только при автояркости. При прямом попадании света на экран, яркости более чем достаточно, и это очень удобно. Также не приходится вглядываться, но если и этого будет мало в настройках, есть функция повышенная яркость. А вот в этом деле экран действительно хорош. Он очень яркий даже при солнечном свете и бликов по минимуму. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. На выбор также есть стандартные 60 Гц. DC-димминга в наличии нет. Шим Космос на 100% яркости 48, на 50-45, на минимальный 104, на 0,65. Показатели лично меня не удивили, так как это тот же Samsung. Не скажу, что я в восторге от Шима, у них всегда все так. Автояркость работает хорошо, быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок. Полноценный Always-On-дисплей, разумеется, на борту. Далее, мультитач, конечно же, есть и берет все 10 пальцев. Притом, разместить их здесь довольно удобно. Разблокировать экран можно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев находится на удобной высоте, работает стабильно и быстро. Хотя есть те, у кого печаль с этим делом. Вот у меня иногда бывает проблема с этим сканером. То он работает 10 из 10, то работает 1 из 10. Но это лично у меня. У меня, допустим, у оператора Игоря все время отрабатывает этот сканер, если он заводит свой отпечаток пальца. Здесь от пальцев зависит и от отпечатков. Распознавание лица срабатывает также хорошо, но в солнечных очках или в маске не распознает лицо. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно, а биометрические данные регистрируются только одного лица. Подбородок внизу экрана есть, но он маленьких размеров и практически незаметен. Расскажу немного об S Pen. Достается она с характерным щелчком. Использовать ее можно как для заметок, так и для навигации по интерфейсу. Это удобно. Нажатие мягкое. На S Pen также есть физическая кнопка, что тоже очень удобно. Как по мне, это не лишняя функция в данном смартфоне, но не каждый будет ей пользоваться. И опять же, это все входит в стоимость, как вы понимаете, девайса, которая и так не маленькая. Летим дальше. Процессор Exynos 2200. С техпроцессом 4 нанометра и с 8 ядрами. Максимальная тактовая частота 2,8 ГГц. Графический процессор Eclipse 920. Интерфейс One UI 4.1 и Android 12 версии, разумеется. Оперативная память последней LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии. Поддержка 5G сетей, что нас не особо интересует. И вообще интересовать вряд ли будет, учитывая, что даже 4G сети не будут расширять, как уже в новостях было анонсировано. Welcome back. Назад в будущее. Для 4G бэнда есть 7 и 20, они на борту. Связь ловит хорошо, звучание во время разговора отлично и микрофон отрабатывает также хорошо. Датчик приближения не подводил. Запись разговора в стоке отсутствует, вибромоторчик хороший, вдобавок настраиваемый. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается, можно установить Samsung Pay и попробовать завести мировую карту. Пока, может быть, она работать и будет, но, как мы знаем, по примеру Apple, возможно, и даже скорее всего, и с ней лавочку закроют. Из навигации на борту GPS GLONASS BEYDOW GALILEO QZSS. GPS-тест на холодную показывает точность 3 метра, при условии, что рядом есть высотки. Емкость аккумулятора 5000 мАч в PC-марке выдал 7 часов 33 минуты и осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Заряжается он с 0 до 53% от 45-ваттного адаптера питания от Samsung за 30 минут. Полный цикл зарядки с 0 до 100 занял 1 час 30 минут. Быстрая беспроводная зарядка на 15 Вт, Power Delivery версии 3.0. Также на борту есть реверсивная зарядка на 4,5 Вт, что удобно. Можно наушники свои с беспроводной зарядкой бокса, допустим, зарядить. За час игры в Genshin Impact на максимальной графике и 100% яркости улетает 20%. Играть было некомфортно. Первые 5 минут были фризы и просадка по FPS. После 5 минут все нормализовалось и играть стало очень комфортно. Смартфон нагрелся максимум до 44 градусов и яркость он не понижал. В отличие от тех же яблок. В легкие игры, такие как World of Tanks или PUBG Mobile играть более чем комфортно. Отмечу, что я тестировал его в играх не в режиме Game Booster Lab. Перейдем же к тестам. Троттлинг тест проходит 179 гипсов минимально, максимально 377. В среднем 282 на 100 потоках при 60 минутах. Нестабильно, правда? В гигбенче в синглкоре 1039, в мультикоре 3522. 3D Mark показал Wildlife 7055, Wildlife Extreme 2261, Wildlife Stress Test 7616, Wildlife Extreme Stress Test 2256, Слинкшот Экстрим и Слинкшот на максимум. В Antutu выдал результат в 913 тысяч попугаев, Storage Test показал 76 тысяч, 45-минутный стресс-тест прошел довольно неплохо. Результаты теста искусственного интеллекта не обрадовали 86 тысяч, но может быть так оно и задумано. Хотя он много о чем говорит, и вы сейчас поймете о чем. Основной блок камер с тыльной части состоит из четырех модулей одной лет вспышки. Основная на 108 мегапикселей, широкоформатная с углом обзора 85 градусов, ультраширик на 12 мегапикселей и 120 градусов, телеобъектив на 10 мегапикселей и 11 градусов с 10-кратным оптическим зумом и телеобъектив на те же 10 мегапикселей и 36 градусов с 3-кратным оптическим зумом. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 фпс и разумеется 4К 60 фпс также на борту, жалко нет 4К 120 фпс. Оптическая и цифровая стабилизация в наличии, помимо этого есть лазерная автофокусировка, фронтальная камера на 40 мегапикселей находится в верхней части экрана по центру, она совсем небольших размеров, что очень хорошо. Максимальное разрешение для съемки фронталки 4К 60 фпс, примеры в конце в сравнении с Pixel 6 Pro вы увидите. В стоке имеется много различных интересных режимов для видеосъемки и фотосъемки, что тоже хорошо. Я посмотрел на большом мониторе отснятые примеры видео, отмечу, что стабилизатор неплохо справляется, но иногда заметно, что некоторые объекты в кадре сильно искажаются. Также я заметил, что при ярком свете солнца присутствуют шумы в темных участках и не только. Но в целом мне съемка понравилась. Короткие примеры вы сейчас увидите. И вот она основная камера Samsung S22 Ultra. Все максимально плавно, все максимально классно. По мне очень нравится, мне как здесь работает реально зум. Зум не на видео, на видео максимум X10 я вижу шумы, хотя неплохая стабилизация. И в принципе все доволен делать. Можно переключать на основную камеру, с основной на фронтальную, обратно. Но не самое главное, это есть, разумеется, аудиозум. Аудиозум в наличии, можно фотографировать, можно ставить на паузу. Самое шикарное здесь фото, вы увидите, с одной и той же локации на уточек. X30 работает просто круто. Сто никакое, вот X100 это чистой воды маркетинг. А вот с X30 меня все порадовало. Разумеется, у основной камеры есть возможность съемки в 8К 30 фпс, у фронтальной камеры максимум 4К 30 фпс. Но посмотрите, что позади меня, ощутите разницу между с аппаратами, с которыми я делаю тесты. Ну, намного круче, намного круче. Справляется смартфон. Понятно, в течение ролика я оглашу вам недостатки. Да, какие-то есть моменты по поводу перегрева, игр и всего остального. По поводу того, что у него водопад, проблемы с покупкой чехлов подешевле, да и космический ценник тоже не располагает к доверию. В принципе, этих аппаратов, помимо Али и еще стоковых магазинов, море уже на вид. Их на покупали, наверное, в надежде сделать деньги. В итоге их продают по большому счету плюс-минус за ту же стоимость, за которую под предзаказу все приобретали. В целом, мне не нравится здесь в первую очередь из внешки. Это, конечно же, фронтальная камера. Мне по центру не претит она вообще никак. Претит точнее. А вот все остальное и габариты, учитывая, что я с 13 Pro Max хожу и внешний вид, мне нравится. Вопрос увеличения и уменьшения на фронталке. Нельзя это делать во время съемки. Если брать основную камеру, то на ультраширик переключаться нельзя. Тоже определенного рода недостаток. Это X10. Та же локация на ультраширик. Даже солнце снимает адекватно по мне. Красивые виды еще будут. Калининград, 10 часов утра. И фронталка рядом с музеем Янтаря. У S22 Ultra. Великолепная погода, великолепная съемка. И еще раз повторяю, что Самсунги одни из лучших в плане видео и фото возможностей смартфонов. Я не говорю о их ценовой политике. Я не говорю о том, как они собраны. Но в целом, то, как они снимают, это конечно хорошо. Даже X100 можно что-то разглядеть на фото. Вы увидите в примерах фотографий. 4К 60 фпс. Самсунг S22 Ultra. На S22, напоминаю, обзор уже был. Вот сейчас я делаю плавненький X10 шумы. То есть мы понимаем, что с X10 даже с телефона видны шумы. Если X1, то снимка ведется довольно приятная. Да, вот такая должна быть весна с птичками, солнышком после Петербурга. Кажется, что прилетел на юг. X10. Не штатив с двух рук, но не супер. Я даже сделаю фото. Видео потом вставлю. Так, и естся вот сплав. С плавностью не знаю проблемы. Видите, переключение произошло на фронталку. В принципе, интересно, неплохо. В общем, в целом и частности, у меня Mavic 3 за спиной. Я стою на бревнах, которые не особо фонтанные, крепкие. И я скажу, что у меня где-то 7 телефонов в сумке. Из них, наверное, только 3 имеют влагозащиту. 2. Но и вряд ли я их найду здесь. Так что, в целом, вы видите, как снимает S22 Ultra. Я так и не посмотрел, есть ли у нее влагозащита. Если есть, потоплю здесь. Красиво, приятно. По этому делу ходить не стоит. Они все какие-то полусломанные. Будьте аккуратнее. И вот тоже самое, та же локация. Нырну так, нырну. Сообщу в ролике, как люблю. Помните, Asus ROG Phone 5 Pro. Раздолбал этот телефон. Я, соответственно, могу здесь, наверное, уронить. Но надеюсь, что не уроню. Хотя ночь была без сна. Вот так примерно будет снимать вас S22 Ultra. Снимает просто отлично. Через 5 минут после утопления вроде работает. Следующим выходом на смотровую площадку. Стекла довольно чистые. Так что, смотрите, поможет и все. Красота. Немного 4К 60 FPS. Ночь, фронталка. Samsung S22 Ultra, московская. Опять же, локации примерно одинаковые для четырех смартфонов. Но, как вы видите, абсолютно разное качество. Посмотрите последние четыре отзора. Это Mi 12 Pro Global, это новый Poco и это еще новый TCL. Но, помимо всего, разумеется, вот получается Poco, TCL, Mi и этот смартфон катались со мной в Калининград. И плюс я еще снимал это все дело в центре. Ну, помимо родного Мурина. Родного уже. Еще и не уеду я никогда оттуда теперь. И основная камера, ночь, 4К 60 FPS. Samsung S22 Ultra. Патриотично увеличим флаг. Насколько X10, но практически ничего не видно. При том, что отсюда я вижу его четко, триколор. Вот такая вот беда. Я надеялся, что увидят, если честно. Но, учитывая условия съемки, я не скажу, что здесь прям идеальный. Есть смог небольшой. Поэтому не только освещение мешает, но еще и смог. В целом, вот так будет снимать камера. Опять же, альтернатив по качеству съемки ночью. Но айфоны... Минусы. Долгая зарядка от провода. Поддержка только 45 ватт. Как по мне, этого маловато. Камеры, как по мне, еще сыроваты. Также нельзя расширить внутреннюю память с помощью microSD. Дисплей с закругленными краями. Лично для меня не лучший выбор. Вдобавок, смартфон широкий. И это не всем будет удобно. По интерфейсу ничего не скажу, так как все работает по мне отлично. На данный момент. Так, хотелось бы, разумеется, миниджек. Какой-нибудь ЦАП довольно неплохой. И КАПОРТ. А лучше все вместе. Защита от влаги, как вы заметили, уже шик. Не умер телефон. Ну и несмотря на то, что это флагман. Опять же, в Huawei по 50 Pro была возможность добавлять карты памяти. Здесь ее нет. Могли бы и добавить. Также к минусам отнесу, что в комплекте нет зарядки. И нет даже защитной пленки. Не говоря уже о стекле, либо о каком-то чехле. Такие телефоны нельзя так продавать. Потому что вполне возможно человек купит. И просто негде будет купить. Я, допустим, заказывал потом на озоне все это. И довольно долго ждал после того, как забрал в магазине. Разумеется, также минус это цена. По ссылке в описании к видео можете посмотреть самый топовый смартфон, который есть на томоле. Возможно, уже S22 Ultra будет продаваться. Хотя я сильно сомневаюсь. Я покупал его ровно в три раза дороже, чем покупал S22. Обзор на Samsung S22. Можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Есть ли промокоды? Смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки. Я туда обязательно скину промики. Обязательно пишите в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзоре. Постараюсь купить всякие Realme Neo 3. Наушники Realme новые. Три Redmi-вских телефона. И, возможно, еще даже Redmi K50 Pro. Приобрету. Практически все приобрел. По каким ценам смотрим. Напоминаю, что сейчас выгодно покупать через Kiwi. Если покупаете на Али, идет сейл. Пока промики никакие не работают. Даже те, что скидывали. Я могу резюмировать так. Если вы фанат Samsung и у вас есть очень много денег. Потому что он, в принципе, даже в долларах стоит космос. То, разумеется, приобретайте. Насколько он мне удобен, я опять достану OnePlus 10 Pro. И достану, разумеется, iPhone 13 Pro Max. На этом телефоне очень удобно печатать. Этот телефон просто доставляет мне радость. Хотел бы я оставить себе S22 Ultra, а не продавать и ходить с ним? Однозначно нет. Стилус мне лично не нужен. Цена как у хорошего ноутбука, либо у двух хороших телефонов. И по остальным спекам, по съемке и всему остальному. Но S22 не Ultra, не хуже снимает. Но Pixel по мне вообще тоже не намного хуже. Хотя он мне не особо нужен. Мне он тоже не особо нравится. Особенно вот этим супер хрустальным экраном, что его легко поцарапать. Я думаю информации для того, чтобы сделать для себя выводы фанатам. Достаточно не фанатам могу сказать еще раз, что за эти деньги можно купить два супер флагмана, но чуть-чуть другого бренда. Повторяюсь, есть у Realme GT Neo 3, да, пока китайская версия. Но есть Realme GT Neo 2 Pro, допустим. Вы сэкономите. OnePlus 10 Pro тоже скоро будет глобалочка. Вы сэкономите. Притом на такой же флагманский смартфон. Фронталка мне очень нравится. Но опять же, между самсунговской фронталкой и яблочной я выберу яблочную. По остальным аспектам, не знаю, спрашивайте. Постараюсь ответить. Хорошо, что он не боится воды, как и многие флагманы. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк за труды, писать в комментариях, что еще купить на обзор. Скоро будет несколько очков с блютуз-наушниками внутри. Ну, я думаю, вы понимаете, что Anker и Alenovar. Пару ноутбуков, может быть, три. Ну и, разумеется, телефонов еще штук 10. Напоминаю, идет сейл. Смотрим в описании телеграм-канал со скидками. Пишем в телеграм-канале взаимопомощи. Мата, хамства, рекламы на канале нет, как и политики. Спасибо за просмотр. Девайсу не мое однозначно, но да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.